Девушки отдыхают А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет Прекратите врать Это оказываются тоже крепкие мужики Понимаете, как вот эти сейчас штурмовые группы натренируются? Как легко они возьмут Днепропетровск, Киев Как легко они возьмут Львов, Ивано-Франковск Потому что сейчас победить, это не вопрос То есть силы и средства позволяют Мы понимаем, что войну можно закончить очень быстро У нас подавляющее господство в новых типах вооружения Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится И причем завершится не только на Курском направлении, а полностью все СВО Раньше здесь все красиво было, а сейчас бичевник какой-то Дома снесли, всех кого надо убили, никого не надо Все, русский мир пришел Вон такая красота Здесь магазин был, тут все, остановка цивильная новая была Еще тут магазины были, все снесли Раньше люди в магазинах скуплялись Теперь в этом бичевнике, рыночке На что обратил внимание Я такого количества стареньких автомобилей Лат и Жигулей давно уже не видел И о чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные Доходы-то скромные, а уровень, скажем, цен выше даже, чем в Ростовской области Прям вот в стиле времени, вот эта вот помойная буква Z нарисована на решетке Сразу все понятно Засраный автобус весь гнилой Катафалк, буква Z на решетке Вот оно, будущее России Знай кирпич, не влезай, убьет Осуждаю ли я наших с вами парней? Нет И никогда не буду Господь вычистит всю эту дрянь и мерзость, низость и жестокость Вычистит Но нам нужно победить Победить любой ценой Чтобы выжить, чтобы сохраниться Потому что кто с нами будет разговаривать, если мы не одержим победу? Как мы можем претендовать на лидерство, если мы не одержим победу? Смотрите, у нас же в принципе в стране управляет команда, которая не менялась в целом 20 лет Местами дольше, местами чуть меньше За это время они провалили все Они допустили вступление в НАТО всех Это Промит говорит Они провалили подготовку к войне Ну, в общем, много чего Они устроили сирийскую авантюру, совершенно нам не нужно И они все продолжают управлять Ни с кого из них не спросили Кто-то там ушел, кто-то Но в целом команда вся на месте Очевидная вещь Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру Первому Почти ничего не изменилось Удивительно, как-то вот приходишь к этому осознанию К этому пониманию Ну вот Петр Первый Северную войну, он 21 год вел Казалось бы, там, воевал со Швецией, что-то отторгал Ничего не отторгал Он возвращал Да, а пока Так и есть Вот все при Ладожье Там, где сегодня Петербург основан Ну, при нем основан Он когда заложил новую столицу Ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россию Все признавали ее за Швецию А там испокон веков Наряду с финно-угорскими народами Жили славяне Причем эта территория находилась под контролем российского государства То же самое и в западном направлении Это касается Это касается Наровой, там, его первых походах Чего поделись туда? Возвращал и укреплял Вот что делал Вот, ну, судя по всему, на нашу долю Тоже, значит, выпало возвращать и укреплять Да что ты, черт побери, такое несешь Защищает нас, защищает кругом Где кадра и нас защищает Вот В очередной раз просим баллотироваться Вот его не будет Что будет, у нас разруха вообще будет Всем вообще будет Бойный, бойный, бойный Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба Не только России, но мира На многие годы вперед Никогда не голосовала за Путина Но сейчас я готова заслонить от пули нашего президента А кто его может составить конкуренцию? Какие-то нечемные политики Я буду это делать Конечно Вообще поднял Здесь моментально всплывают острые вопросы Раскалывающие и без того крайне фрагментированную правящую группировку Пятый президентский срок, по вашему мнению, Владимира Путина Это хорошо или плохо для России? Дай бог, я Путина люблю, уважаю Пускай идет Потянет, хватит сил Пускай работает Ну и может сколько, 71, да? Ну, видимо, да Да? Да С 52-го года Ну вот 71 год Так что, скорее всего, наверное, уже не потянет И на Россию Везде У вас бы никого не было В то же время Объективный ход политических процессов Буквально взывает к здравому рассудку С мыслью о необходимости обновления Хотя бы ради сохранения Остаточной стабильности системы За кого ни голосу Все равно Путин победит Это же очевидно Нужен цикл смены кадров На руководящих позициях Вливание молодой крови Был бы ум У Путина Ушел бы на покой С высоты накопленного опыта Из-за кулис Направлял молодых преемников Вы в одном из интервью Опять буду вас цитировать Сказали, что Путин не будет президентом До 2036 года Цитирую Он найдет человека, который продолжит путь развития России И сейчас так считаю Думаю, что следующий президент в России будет Путин Я думаю, что Путин Соперников сейчас в России Путину нет Но не чувствует Путин к себе уважения Не верит в наличие авторитета среди окружения Для самосохранения после отъезда из Кремля А потому, будучи жалким и мизерным существом Цепляется за власть У него, как у Гитлера Вот в феврале 45-го года Вариантов нет вообще ни одного Вот идиотизм ситуации невероятный, да? Пуч Пригожина окончательно свернул шею сценарию трансфера И оставил на игровом поле только вариант Путин 5.0 В какой-то степени восстание ЧВК Пригожина Вне зависимости от его истинной подноготной Четко показало масштабы запроса на перемены Исходящего из недр российского общества Смешно Простые россияне с интересом наблюдали И прокручивали пасьянцы на предмет того Кто может оказаться новым хозяином страны Людям, в принципе, плевать Как будут звать следующего узурпатора Безусловно будет трансгендер Безусловно Они его найдут, вот увидите А еще лучше, если он будет одноногий А это означает тотальное обесценивание Символического капитала Путина Причиной ситуации выступает пресловутый Пеньковый референдум 2020 года Уничтожив основы конституционного устройства РФ Сам вождь оказался беззащитным Как так это? Здесь уместно вести речь об Африканизации политического развития страны Под которой следует понимать Лояльность населения К антиконституционному захвату власти в будущем Вероятно, военными И он становится все более вероятным Владимир Путин захватил власть Он уже 30 лет Ну что делать? Кто-никто всех захватит Именно из-за этой угрозы ФСБ проводит операцию По ликвидации любых Маломальски харизматичных Командиров в рядах вооруженных сил РФ Из игры полностью вывели генерала Армагеддона Суровикина Который теперь напоминает то, чем он по сути и был Посредственность, сделавшую карьеру Самыми брутальными методами Все это время многих интересовал Один вопрос Куда я пропал после пердежа метежина Ой, мятежа пригожина Совет от Лубянки всем офицерам в звании Старше полковника Быть серыми и безинициативными И показательно молиться до иступления на Путина Непонятно, что ли, кому-то Только так ты будешь полезен Отечеству Мне нельзя говорить плохо про Путина Это просто страшилки для обывателей Изложенные мысли отражают масштабы пессимизма Который ширится во всех слоях российского общества Дело дрянь Еще два срока Путина Совсем уж никак не ассоциируются С чем-то хорошим и светлым Наоборот, маячит проблема Еще одного потерянного поколения И тотальной деградации Интеллектуального потенциала РФ Это деградация общества А чего вы тогда не повесите вот сюда За мир и на поколоматься не пройдет Мы не за мир Нет Мы за победу Деградирует Вы что, против спецоперации? Да Сейчас мы вас всех и, ну, оприходуем Допустим, вы против Путина А за кого вы? В том-то и дело Ну, что против этого скажешь? Но Люмпин, как опора, плох всем Да Переменчив, ленив, глуп, неверен Окей Он постоянно требует к себе внимания Ничего не создавая и давая взамен Люмпинизация всегда ведет к одному и тому же плачевному результату Это очень опасная штуковина Вспомним, как подобными методами заигрывания с Люмпинами действовал в 1930-х годах Гитлер, стремясь обеспечить себе абсолютную власть Всегда и везде происходит одно и то же Чем закончился для Германии гитлеризм, всем отлично известно Нечто подобное ожидает и РФ после неизбежного окончания путинского затмения Вот 24 года у власти 24 года И пока не умрет, судя по всему, уходить не хочет А, соответственно, для этого нужно обустроить все так, чтобы не возникало никаких вызовов И всего-то навсего эту войну затеяли в том числе, среди прочего Чтобы как бы перед выборами получился еще один Крым Ну как бы был Крым в 2014 году Да, а сейчас они бы так, до Киева, глядишь, Киев бы взяли Подарили бы Киев, ну и он бы до конца жизни бы получил свой мандат Стал бы Идиамином Помните, как назывался Идиамин? Пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи Повелитель всех зверей на земле и рыб в море Да, было бы смешно, если бы не было так грустно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok